Всем привет! Вещая из Танзании, остров Занзибар, город Камнегородск или Стоунтаун до столицы Занзибара. У нас очень сейчас жарко, я тут скрываюсь от зноя во внутреннем дворике в отеле. Смотрите, очень люблю внутренние дворики. Тут так тенечек, уютно, здание 1860 года постройки, я так смотрю, что даже некоторые предметы мебели сохранились. Я, конечно, не специалист, не могу на сто процентов утверждать, но похоже на то. Сегодня про рыжие гранаты. Помните, где Масаи зубилами прямо упили в эту жилу и у меня все опускалось сразу вообще. Не только у меня, мне очень многие написали. Друг Саша с украинами написал, что более жесткого видео он не видел никогда в жизни вообще. Это было самое жестокое, что он видел в жизни. То есть Масаи отличные гранаты разбивали просто в пыль, да, в такие микроскопические кусочки. Кто не видел этот выпуск, смотрите, прикрепляем. И все произошло очень быстро, буквально через неделю после моего визита. Заметьте, на тот момент мое видео не вышло, то есть я тут ни при чем, да. Туда приехали полицейские, военные. Масаи всех разогнали, никого не посадили. Значит, у государства эту жилу взял в аренду местный житель, получил лицензию и там сейчас идет по науке. Разработка, все как нужно и камни, вот гранаты оттуда вышли самые лучшие, которые я видел в своей жизни. У меня есть версия, смотрите картинку, у меня есть версия, что это самые лучшие рыжие гранаты вообще на планете Земля на данный момент. По крайней мере я лучше не видел цвета вообще нигде, никогда, да. Это самое лучшее. Сейчас добываются, правильно как я говорил, то есть вокруг жилы ее вырезают, потом углубляются и прям кусками большими вынимают, да. Там бывает идет материал уже с трещинами, то есть не подлежит огранке, но бывают, как видите, просто удивительные экземпляры, великолепнейшие. И, естественно, я с этим товарищем познакомился, мы сейчас общаемся и я успел прикупить хорошие экземпляры. У него вот, которые вы наблюдаете, часть из них уже продана, часть еще продается. Живо пошла на сужение. Будет ли потом расширение, мы пока не знаем, но на сужение она пошла. Вот как бы тоже такой интересный момент, что предсказать это невозможно. Может быть, вот таких как эти не будет еще несколько лет, а может быть еще будет круче, но я буду вас держать в курсе. И я отправил авиапочтой неогран, который закупил у этого товарища, на шиванку. Мой огранщик огранил, мы даже сдали в лабораторию на анализ один из, ну там же много осколочков после огранки остается, да. Значит, вот такой яркий желто-рыжего-оранжево-красноватый-розоватый цвет дает, знаете, оказывается, что? Марганец. Марганец. Для меня марганец всегда ассоциировался, что это, ну, вот порошочек, который нам мама растворяла, чтобы мы пили, когда у нас животик болел, да. Марганцовка еще называется. Оказывается, это металл, такой марганец. Ну, я, конечно, об этом раньше знал, но многие из вас, скорее всего, вот знает марганцовка и все, да. Марганец это металл, можете загуглить, и вот он там в разных количествах по-разному содержится, и поэтому цвет немножко варьируется от почти красного до такого золотисто-желтого. Ну, они все великолепны, как на подбор, да. Значит, камни в наличии, можете заказывать. Смотрите, вот мы вставляем специально в конце видео, я сделаю несколько секунд картинку с номерами, и под видео есть, значит, список с ценами, да. Вот именно такие гранаты, такие гранаты запросто используют в высокой ювелирной, в высоком ювелирном искусстве самые разные знаменитые бренды мировые. Их можно ставить золото с бриллиантами, они выглядят просто великолепно. И именно вот у того, что купил я, качество оказалось потрясающе. Просто потрясающе. Я, конечно, рискнул, да, но вот в данном случае я выигрывал. У меня на выброс ушло процентов где-то 30 всего лишь. Это очень мало. Это практически ничего по нашим меркам. И знаете, я тут даже придумал, что вот эти гранаты можно назвать такой оранжевой параибой. Там очень много включений. Именно эти включения придают вот такой неоновый эффект, да. Если бы он был идеально прозрачно чистый, он бы вот так не горел, не светился. Вот. Все, которые я гранил, все оказались с неоном. Неон это когда в полумраке, при тусклом, при скудном освещении камень дает все равно яркий, великолепный цвет и световой эффект. Цены у меня примерно в два, иногда в три раза ниже, чем то, что я смог найти где-то в интернетах, в бутиках, в магазинах. То есть, то, что можно называть рыночной ценой. Рыночной ценой. Качество лучше. Вот подобного качества я пока ни у кого не видел и, возможно, не увижу. Поэтому я считаю, что это живо дает одни из самых лучших в мире гранатов. Вот видите, как я удачно попал. Мне всегда везет, благодаря моим татуировкам. Значит, я, естественно, вам показал только самые крупные и красивые, да. Есть поменьше, есть парные на серии, есть там 3-5 карат поменьше, но цвет все равно яркий. Все не покажешь, никакого эфира на это не хватит. Вот, поэтому смотрите, пишите в WhatsApp. Комментарии бывают, что читаю, а бывают не читаю. Поэтому пишите, пожалуйста, в WhatsApp. Часть из них продана, часть разойдется, ну, после выхода видео за один-два дня. Примерно так. То есть, в этом случае мы заехали удачно. Значит, для тех, кто считает, что, возможно, я купил их там по 5 долларов, продаю по 5 тысяч. Нет, к сожалению, не так. Я хотел бы, чтобы оно так было, да. Но, к сожалению, это не так. Я покупал все уже официально, официального разработчика, у которого есть лицензия. Мы даже заплатили все налоги полностью вообще, да. Поэтому моя наценка там совсем не такая, как хотелось бы. Где-то 300-400, иногда 500 долларов на некоторых, на некоторых камнях. Ну, я считаю, что этого мне вполне достаточно. Вот, всего хорошего. Пишите в WhatsApp. Задавайте какие-то вопросы, если что-то интересное. Всем пока. Игорь Негода.